Всем привет! В сегодняшнем видео мы продолжаем беседы об архитектуре. В предыдущем видео мы обсуждали архитектурные паттерны, которые касаются презентации и организации пользовательского интерфейса. А сегодня мне бы хотелось поговорить в общем об архитектуре. Получится видео такой философской направленности. А начать мне бы хотелось с самого глобального вопроса. Для чего вообще нужна нам какая-либо архитектура? Зачем мы применяем всякие принципы написания хорошего кода, такие как Solid и так далее? Зачем нам нужно как-то код организовывать? Все это это борьба со сложностью программного обеспечения. Проблема в том, что ресурсы человеческого мозга ограничены, и если не думать над организацией кода, то очень быстро настает такой момент, когда ресурсов мозга программиста не хватает на то, чтобы поддерживать весь код. Говорят, что код становится неподдерживаемый, и его приходится выкидывать или переписывать заново. Чтобы не доводить до этой ситуации, придуманы те самые архитектурные принципы, принципы организации приложения, при которых сложность удается держать на определенном ограниченном уровне. То есть в чем проблема? Приложение растет, развивается, появляется какой-то дополнительный функционал, и при этом нам необходимо сделать так, чтобы сложность не росла. Почему сложность растет? Потому что увеличивается количество сущностей и связей между ними. То есть пусть мы пишем на Java, у нас становится все больше классов, взаимодействие между ними усложняется. Получается следующая картина. Вот давайте посмотрим на этот рисунок, это граф зависимостей. Под зависимостью я подразумеваю следующее. Пусть есть класс A и есть класс B. Класс A зависит от B, если он каким-то образом использует B. То есть класс A содержит внутри себя класс B, или получает его в качестве параметра, или каким-либо другим образом взаимодействует. В этом случае я говорю, что класс A зависит от B. И теперь пусть у нас есть полный граф зависимостей, где каждый объект или каждый класс зависит от другого. В чем здесь проблема? Ну понятно, что если в одном из этих узлов будет ошибка, то есть в одном классе в каком-то баг будет, то все связанные с ним элементы работать не смогут. То есть тут можно себе представить так же, как в любой технической системе, надежность системы является произведением надежности составляющих элементов. Чем больше у нас элементов входит система, тем она менее надежна. В программировании конечно не совсем так, но тоже что-то похожее. Если посмотреть как это выглядит в реальном приложении, то получается такая ситуация, когда вроде как небольшие изменения внесли и по всему приложению начинаются ошибки. То есть ошибки происходят совершенно в разных местах и в трекере ошибок тоже разные дампы появляются, хотя проблема всего лишь в одном месте. То есть такая возникает проблема размножения ошибок. То есть первая проблема надежность, но не единственная. Ведь нам уже нужно код как-то развивать и вносить изменения. А что будет, если мы вносим изменения в класс, от поведения которого зависят другие классы. Возможно нам придется скорректировать их поведение тоже или по крайней мере проверить, что новый функционал, который мы добавляем, не ломает ничего в логике других классов, которые от него зависят. Если у нас вот как на картинке зависимости много, то проблема тут опять же в ограничениях человеческого мозга. Ученые говорят, что человек не может одновременно в голове держать больше чем 5-7 вещей. И когда зависимости много, очень легко упустить что-то из вида. Если у нас от одного класса зависит 10 других, то можно 9 проверить и один забыть. И потом начнутся проблемы. Да и вообще-то не хотелось бы каждый раз, когда мы вносим какие-то изменения в один класс, проверять еще 10 классов дополнительно для того, чтобы понять, что там ничего не сломалось. Тут вы можете мне возразить, ведь есть же тесты. Если где-то что-то сломалось, то тесты упадут и сразу будет видно. Но на самом деле как раз в этом случае, когда идет взаимодействие нескольких классов отдельных, тесты могут ничего и не показать. Потому что какие у нас тесты чаще всего? Это юнит-тесты, которые тестируют функционал конкретного класса. И бывает такое, что во взаимодействии классов что-то не тестируется. Тем более, что протестировать взаимодействие нескольких классов это задача практически нереальная. Вот представьте себе два взаимодействующих класса. У одного может быть 10 состояний и у второго может быть 10 состояний. И вот эта взаимодействующая система из двух классов уже будет иметь в совокупности 100 разных состояний. То есть когда мы соединяем несколько каких-то компонентов в одну систему, мы получаем такое количество состояний, что протестировать это все достаточно проблематично. Возникает естественный вопрос, что же со всем этим делать, как бороться с этой сложностью? Ну если сложность увеличивается с увеличением количества сущностей и с увеличением зависимости и взаимодействия между ними, значит нам нужно уменьшать число сущностей и уменьшать число зависимостей, как бы очевидно. Есть такое хорошее философское правило Бритва Оккома, которое говорит о том, что не стоит плодить сущности сверх необходимого. Мы можем его немного дополнить и сказать, что для того, чтобы наше программное обеспечение, которое мы пишем, оставалось простым, нам не нужно плодить сущности сверх необходимого и не нужно плодить зависимости между ними сверх необходимого. То есть правило простое, чем у нас всего меньше, чем у нас проще, тем лучше. Недаром есть такой принцип проектирования KISS, который как раз об этом и говорит, что нужно все держать простым. Самая лучшая была бы система, которая была бы вообще без всяких зависимостей. Если бы нам удалось создать систему, компоненты которой независимы друг от друга, то сложность была бы минимальная. Но проблема в том, что такая система не будет обладать каким-то полезным поведением. Мой преподаватель по объектно-ориентированному программированию говорил так. Вот есть холодильник, его задача создавать мороз. Холодильник состоит из блока питания, компрессора, радиатора, морозильной камеры, корпуса и так далее. Каждый из этих предметов по отдельности мороз не вырабатывает. Но только когда мы их соединяем вместе, они образуют какое-то новое качество, которого нет по отдельности у каждого из этих элементов. И вот это, друзья, называется композиция. То есть для того, чтобы получить какой-то новый функционал, так или иначе компоненты нужно объединить между собой. Поэтому системы без зависимости построить нельзя. При объединении компонентов между собой, кстати, не только функционал появляется, но и баги, как известно. В общем, надеюсь, вы поняли, что я хотел сказать. То есть основная идея в том, чтобы получить полезный функционал, при этом оставить количество связей и сущностей минимальным. А количество зависимости между различными компонентами можно использовать в качестве метрики качества кода. Я думаю, что можно ввести какой-то численный показатель, соотношение между количеством сущностей и плотностью связей между ними. И понятно, что проект, в котором плотность связей меньше, легче будет модифицировать, потому что когда его модифицируешь, меньше вероятности задеть какой-то другой функционал, что-то поломать. Естественно, качество кода зависит и от других вещей, но это достаточно важный показатель, на мой взгляд. Так вот, как же бороться со сложностью при создании программного обеспечения? Здесь есть несколько подходов. Во-первых, это разбиение всего приложения на отдельные модули. Тут действует так называемый закон Диметры, который говорит о том, что каждая сущность должна взаимодействовать только со своими соседями. И мы организуем различные части приложения в независимые модули, где все классы взаимодействуют друг с другом только в пределах вот этого одного модуля. В этом случае над разработкой этого модуля можно работать независимо от других модулей. И если мы какие-то изменения вносим в модуль, они не коснутся всего остального приложения. То есть, из работы с большим куском кода мы переходим к работе с маленьким куском кода, где ресурсы нашего мозга снова позволяют нам спокойно все это делать. Ну и с точки зрения надежности, если так получилось, что у нас есть какая-то ошибка в модуле, то гарантированно будут проблемы только в этом модуле. А остальные будут работать нормально. Например, вот у меня приложение для мастеров красоты. Если не будет работать модуль склада, это никак не отразится на модуль ежедневника. И пользователи смогут пользоваться приложением, основным его функционалом. И как бы катастрофы не случится. Хотя, конечно, если такая ситуация происходит, это очень неприятно и нужно быстро исправлять. То есть, первый прием – разбиение на независимые модули. Ну и второй прием – это разбиение приложения на слои. Вот хороший пример. Так называемая чистая архитектура. Здесь это применительно идет к Android разработке. Но в целом и к любой фронтенд разработке это подходит. То, что здесь написано. И мы видим, как приложение разбивается на слои и какие между ними идут зависимости. В самом низу в ядре приложения у нас слой Entities. Это бизнес сущности. Что это такое? Это данные приложения, которые нужны для того, чтобы выполнять какую-то бизнес-функцию. Например, если приложение – это магазин, то значит в качестве Entities будут товары, категории товаров, заказы, склады и так далее. Ну а если это будет приложение ежедневник, то в качестве Entities будут сущности, которые используются в ежедневнике. То есть, какие-то дела, события, контакты, праздники и так далее. Дальше следующий слой – use cases или интеракторы. Вот это вот второй слой. Для чего он нужен? Он нужен для того, чтобы реализовывать бизнес-логику. То есть, например, если пользователь хочет купить товар в вашем магазине, в вашем интернет-магазине, это может быть или приложение магазина. При продаже товара происходит много всего. То есть, создается заказ, списывается товар, происходит обмен данными с сервером, обновляется, возможно, какая-то локальная база данных, возможно, пользователю показывается какое-то уведомление о том, что он что-то купил и так далее. То есть, действия над этими сущностями, которые у нас представляют данные приложения, это достаточно сложная вещь и каждое определенное действие с точки зрения бизнеса, то есть, если это магазин, то тут может быть добавление товара в корзину, там оформление заказа и так далее. Здесь предлагается вот на этом слое всем этим заниматься, потому что, опять же, проводка вот этих бизнес-транзакций – это достаточно сложная вещь. С точки зрения зависимости, сущности у нас не зависят от других слоев и ничего об этих слоях не знают. Слой UseCases работает только с сущностями, знает только то, что ему нужно. Дальше идет слой презентации. Это логика того, как отображать данные на интерфейсе. Ну и самый верхний слой – это, собственно, слой интерфейса. То есть, различные вьюшки, которые показывают данные, непосредственно отображают, с которыми пользователь взаимодействует. А слой Presenters необходим для того, чтобы этими вьюшками как-то управлять. Верхний слой – вот этот вот UI с точки зрения зависимости, от него ничего не зависит. Ну и если архитектура не совсем чистая, то, возможно, здесь зависимости какие-то дополнительные могут появляться. В общем так, то есть, все приложение разбивается на слои, где каждый слой отвечает за определенный тип функционала. Зависимости строго регламентированы. Что интересно вот в этой вот архитектуре, которая здесь нарисована? Интересно то, что если вы делаете приложение мобильное, например. Я про мобильные приложения говорю, потому что вот что вижу, о том и рассказываю. Так вот, даже если вы ничего не знаете о хорошей архитектуре, то когда вы начинаете писать приложение, рано или поздно вы приходите к какой-то архитектуре, которая похожа на эту. То есть, если вы в архитектуре вообще ничего не понимаете, но вы начинаете писать приложение, оно развивается, то чтобы оно не превратилось в хаос, рано или поздно все равно вы разобьете его на определенные слои, где зависимости внутри слоя и между слоями будут как-то упорядочены. И я предлагаю сейчас посмотреть несколько приложений и попытаться увидеть в них вот эти вот слои, посмотреть, как зависимости распределяются в реальных приложениях. Для этого я здесь написал специальный парсер, который парсит проект на Java. Я не знаю, буду ли я кому-то показывать этот код. Я бы мог, конечно, его запустить в репозиторий. Но тут код на уровне средней школы, девятый класс. Просто создается список файлов с расширением Java. Из них достаются импорты. И на основе этой информации строится дерево зависимости, что от чего зависит. То есть достаточно все просто. Нету здесь какого-то синтаксического разбора, чего-то такого. То есть вот, собственно, весь код. Приложение выясняет, какие есть зависимости. И дальше используется пакет GraphVis для того, чтобы построить визуализацию. То есть создать уже готовую картинку. Приложение подготавливает все данные, которые необходимы для построения графика. И передает вот здесь специальные утилити из пакета GraphVis, которая скенерирует результирующую картинку. Ну и давайте посмотрим. Вот это приложение заметки, которое мы писали в одном из предыдущих видео. Оно достаточно простое. И вот все классы, которые в нем есть, умещаются в вот такую схему. Если мы вспомним, какие слои должны быть в приложении и посмотрим на эту схему, то мы тут же можем увидеть, что здесь есть слой Entities, вот слой модели. Модель у нас представлена классом Node. Есть слой презентации, представленный в ViewModel. И есть слой UI, представленный MainActivity, в котором список отображается заметок. И Node.Details.Activity, который служит для того, чтобы создавать заметки, редактировать, удалять. Ну, полностью все операции с заметками реализует. Какого-то выделенного слоя для UseCases у нас здесь нет. Потому что действие с заметками это обычный крут. То есть, заметку можно создать, отредактировать, удалить. Все элементарно. То есть, даже в самом простом приложении, хоть и здесь никаких явных слоев не выделено, но уже видно зачатки, как сказать, отдельные кластеры, которые в будущем превратятся, если приложение развивать, в отдельные слои. То есть, здесь слой модели, слой презентации, слой UI. Вот, а теперь посмотрим граф зависимости реального проекта. Вот здесь сейчас показан граф зависимости проекта, на котором я в данный момент работаю. Этому проекту уже, наверное, лет 7 или 8. И начинал он развиваться еще до того, как общие подходы в Android-разработке устоялись. И здесь, в принципе, приложение делалось как попало. В общем, короче говоря, это стартап. Вот так выглядит типичный код в стартапе. Что здесь интересно? Во-первых, посмотрите, сколько разных классов. Это каждый кружочек. Это отдельный класс. Сколько их. То есть, вот и в реальный проект. Сколько тут всего понаписано. На этом графе цветом выделены зависимости. Чем узел краснее, тем больше от него зависит других классов. И мы можем сейчас по самым красненьким пройти. Вот самый красненький класс. Что это такое? Это ToolsUtils. То есть, это класс, содержащий вспомогательную информацию. Вот от него больше всего зависит. Другие классы. Вот класс с константами. То есть, это просто класс без функционала, без методов, где просто статические поля. GlobalData. Это место, где данные аккаунта текущего пользователя хранятся. Ну и дальше вот пошла модель. Мастер, услуга, контакт, моделл ивент, события. Это приложение ежедневник. И тут как раз то, о чем я говорил. То есть, основные данные приложения это события и контакты. И вот, что мы видим. То есть, если смотреть этот график, то в центре будут классы, от которых много чего зависит. А по краям, наоборот, классы, от которых мало других классов зависит. И когда мы сейчас будем разбирать, я просто зачем это все сделал. Для того, чтобы показать, что это все в результате очень похоже на вот эту схему. То есть, здесь будут сущности в серединке, репозиторий, там классы, которые отвечают за взаимодействие, за базу данных и так далее. Вот здесь будет. То есть, тоже где-то в ядре. А на периферии окажется, скорее всего, классы, относящиеся к UI. То есть, различные фрагменты вот такого типа класса будут здесь. И вот когда я построил диаграмму зависимости, вот как-то так оно в результате здесь и получается. То есть, если смотреть, здесь вот если смотреть, красно выделено DB Manager, это класс, который отвечает за базу данных. И вот этот вот класс, здесь Request Manager, это класс, который содержит в себе вот те самые use cases или интеракторы. То есть, в этом приложении нету по отдельному классу на каждый use case. Здесь просто вызывается метод, и в методе целиком прописан сценарий, что нужно делать, чтобы создать события, чтобы обновить контакт. И так далее. То есть, если создается событие, нужно отправить запрос на сервер, нужно отправить смс-уведомления по нему, нужно сохранить изменения в базе данных. Если есть какой-то привязанный товар к событию, нужно товар продать со склада и так далее. То есть, много-много-много таких вот use cases, все сосредоточено в этом классе Request Manager. Ну вот, в принципе, красненькие классы, от которых много чего зависит, самые большие зависимости на которых, они все как раз и принадлежат к этой вот структуре. То есть, хоть приложение и родилось до того, как вот эту вот диаграмму придумали, оно, в принципе, в процессе развития точно к такой же структуре и пришло. Тут немножко красненький модел user, фотография, скидки, настройки, уведомления, аналитика, data provider. Ну, вы понимаете, в общем, смысл. А давайте теперь посмотрим, что у нас на периферии находится. ImageViewActivity, DatePickerDialog, SlideUpFragment. Ну, в общем, классы с достаточно говорящими названиями. Думаю, что по названию можно определить и по пакету, какое назначение у этих классов. То есть, вот здесь, например, SessionMoneyInput, View для ввода суммы, очевидно. Ну, вот такие вещи. То есть, здесь все это очень хорошо видно. Фрагменты, контроллеры всякие, то есть, это уже слой презентации, кусок. Адаптеры, NavigationController всякие. Ну, то есть, короче говоря, на периферии как раз ровно то, что мы здесь и ожидали увидеть. То есть, вот, в принципе, реальное приложение, которое соответствует той структуре, которую мы только что посмотрели. И неудивительно, опять же, я говорю, что если мы начинаем бороться с сложностью, мы рано или поздно приходим к одним и тем же идеям, к одним и тем же паттернам, и в результате, результат имеем очень похожий. Вот это, что касается моего приложения. Ну, теперь давайте для разнообразия посмотрим что-нибудь из Open Source. Я решил построить граф зависимости Telegram. Вот, смотрите, это граф зависимости Telegram. То есть, здесь на самом деле еще все страшнее, чем в предыдущем приложении, на мой взгляд. Знаете, говорят, что приложение Telegram тяжело понять. Ну, в принципе, вот, когда смотришь на все вот это, вот, что здесь в результате нарисовалось, действительно, понять что-то достаточно сложно. Ну, давайте посмотрим, пройдемся по красным узлам и проверим, что тут. Ну, тут понятно, то же самое Utils, другой проект, совершенно другими людьми писан. Все равно понятно, что структура та же самая. Assertions Format. Так. Столько зависимостей, что уже самих узлов не видно. Utils. То же самое. Utils у нас в топе. Тема. File Log. В принципе, если присмотреться, что-то похожее можно найти. То, что мы видели в прошлый раз. То есть, тоже Connection Manager, User Config, Messages Controller. То есть, похоже тоже на модели бизнес-логику. Но, честно говоря, поскольку я Telegram не знаю, мне сложно что-то сказать по поводу того, что тут должно быть. Вот такое приложение. Сейчас посмотрим, что тут на периферии находится. В принципе, я смотрю, что тут масса всяких вспомогательных классов. То есть, видно, что здесь в Telegram у них собственная реализация Sparse Array, например. Собственная реализация Drawable. Собственных View очень много написано. И всякое такое. Короче говоря, лучше оставлю ссылку на эту картинку в описании под видео. А вы можете сами скачать и посмотреть, на что это похоже. Потому что я не знаю, как это еще прокомментировать. Что есть, то есть. Вот, в принципе, то, что я хотел вам рассказать. А именно, то, что правильная организация приложения, вот эта вся наша архитектура, это способ борьбы со сложностью. Для того, чтобы бороться со сложностью, мы организуем наши сущности и зависимости между ними. Чем меньше у нас сущностей и зависимости между ними, тем значит код проще. Проще понимать, проще поддерживать, проще вносить изменения. Но еще я хотел бы сказать о том, что мобильная разработка, все-таки область достаточно простая. Большую часть времени мы занимаемся вот этой вот периферией. Мы создаем интерфейс для работы с пользователем, верстаем различный UI. То есть 90% работы мы создаем и модифицируем классы, от которых мало что зависит в системе. И когда мне говорят что-нибудь типа такого, что иди к нам работать, у нас сложные интересные задачи, то меня всегда это удивляет. Но нету как бы в мобильной разработке ничего сложного. И все приложения вот в принципе так или иначе к одной структуре приходят. Вот так. А на сегодня все. Традиционно желаю всем успехов в работе и учебе. До встречи в новых видео. Пока.